Я хочу сегодня с вами все-таки поделиться одной очень-очень важной темой, потому что, общаясь с разными верующими, так или иначе я сталкиваюсь, что постоянно в христианстве как-то обсуждается тема, «Когда же придет наш Господь? Когда же придет наш Господь?» И я решил вместе с вами, давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 глава. Я хочу сегодня сделать так, как я обычно никогда не делаю на проповедях. То есть я так делаю, но очень-очень редко. Я могу, наверное, по пальцам одной руки пересчитать, когда я так делаю. Обычно я беру какое-то место Писания, и на это Писание строится вся проповедь. Сегодня я хочу сделать немножко по-другому. Я хочу, чтобы мы с вами проследили за мыслью Евангелиста Матфея. Проследили за его мыслью, потому что порой вырывая какие-то слова, стихи или притчи из контекста, мы можем упустить что-то важное. И вот смотрите, Евангелие от Матфея, 24 глава, которая начинается со слов знаменитых, когда ученики приступили к Иисусу на Иллионской горе. Вы видели фотографию сегодня, у нас Олег с Галли показывали, как они были там на этой Иллионской горе. Вот на Иллионской горе приступили к Иисусу ученики и задают ему знаменитый вопрос, который должны знать все верующие. Какой признак пришествия Иисус твоего и кончины века. И вот я хочу прочитать вам самое окончание этой главы, вот эту притчу. Притчу, которая связана с пришествием Христа. И давайте прочитаем 45 стиха. Вот этой притчей, в принципе, заканчивается глава, но я вам хочу напомнить, что в оригинале у Матфея не было глав и не было стихов. Было письмо, Евангелие одним текстом. Одним текстом. Поэтому деление на главы и на стихи это сделали в дальнейшем уже для удобства изучения. Но нет у него 24 главы, а потом 25 главы. Там текст цельный. И вот смотрите. Иисус задает такой вопрос. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его подставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его придя найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим подставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач, и скрежет зубов. Как вам кажется, здесь Иисус, говоря о людях, ожидающих, он имеет в виду кого, верующих или неверующих людей? Ну, конечно, верующих, да, даже само выражение раб, да, раб Господина. То есть люди, которые так или иначе признают господство Бога. Так вот, вроде бы такая ясная и простая притча, в которой Иисус говорит, что будут верующие, которые, они не то, что не будут его ожидать, ожидать Бога, но Бог придет быстрее, чем им кажется. Бог придет быстрее, в тот момент, когда они не ожидают. То есть они думают, что Он еще долго не придет. И внезапно Он приходит. И поэтому Иисус, смотрите, 25 глава начала, делает такой вывод о том, что мы должны с вами бодрствовать. И дальше, смотрите, продолжает. Казалось бы, вроде мысль ясная, мысль простая. Иисус придет намного быстрее, чем некоторые думают. И некоторые ожидают. Дальше Он продолжает и говорит, тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам. Вроде бы знаменитая такая известная притча. Но давайте еще раз посмотрим в самом контексте. О чем же здесь Иисус говорит? Еще раз напоминаю, что нету 24-25 главах. Это все один текст. И рассказав притчу о, как Он назвал этого рабата, неблагоразумный раб, да? А вот об этом неблагоразумном рабе, Он переходит к следующему рассказу и говорит. И вот Царство Небесное будет подобно десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками взяли масло в сосудах своих. Как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Когда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же, сказали мудрым, давайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вышли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын, сын человеческий. Вот посмотрите, очень интересная притча. Опять-таки, в этой притче о девах, о ком речь? О верующих или о неверующих? Опять-таки, о верующих. О тех, кто ожидает жениха. И вот смотрите, у них у всех были светильники. Но одни взяли масло, а другие масло не взяли. Я вот, когда тут перечитывал ту притчу недавно, могу такое вот сравнение сделать. можно мне пару братьев, у которых с собой есть сотовые телефоны? Два брата, можно? Два брата. Еще одного. Давай. С собой телефон. Кто будет мудрым братом? Кто будет... Что ты улыбаешься? Хорошо. Игорь будет мудрым, он и похож на мудрого. Все. Игорь будет мудрым. И вот посмотрите, Игорь с Олегом решают отправиться, вот прямо у меня такая идея родилась во время прославления, во время, точнее, вашего рассказа, отправляются в Израиль. Поехать, святые места посетить. Как правило, вы там передвигались на чем, Олег? На автобусе. На автобусе был такой автобус, комфортабельный. Все, да? Автобус обычно подъезжает к какому-то месту. В Израиле, сами понимаете, помимо Олега с Галей, еще некоторые люди, другие хотят увидеть святые места, и этих людей так много, что там все забито. Вот. Подъезжает к какому-то месту, всех высаживает, всю группу высаживает, и группа начинает идти, там гид рассказывает что-то там, наверное, да, там пастыры о чем-то могут говорить, там вот это место, там Гефсимания, это место, там, долина Янгеди, и все, все. И все ходят, смотрят, молятся, и, конечно же, что делают? Все снимают, все фотографируют, все фотографируют, все фотографируют, да? И обычно говорят, что вот, вот вам дается там, предположим, два часа, а через два часа там вы пройдете до туда-то, и там уже будет вас ждать автобус, и вы на нем уже поедете на следующее место. Ну, обычно так это всегда проходит. Да, но я много раз тоже был и знаю эти все схемы, потому что уже не езжу, что все уже там знаю. Хорошо. Посмотрите. И вот, предположим, Олег и Игорь, два члена команды миссионеров, паломников, вот, у них есть два часа, пройти по святым местам, доставайте, братья, свои телефоны, но, но, но мудрый Игорь взял с собой пауэрбанк. Знаете, что такое пауэрбанк? Кто не знает, что такое пауэрбанк? Поднимите руки. Есть несколько рук. Пауэрбанк – это зарядка, то есть, если ваш телефон сел, а нет электричества, вы можете подсоединиться к своему телефону и еще его зарядить. Обычно пауэрбанка хватает там еще на два, три, иногда даже больше раз. И вот он взял с собой пауэрбанк, да? Смотрите, у всех дев из притчи были светильники. Светильники, с чем это можно сравнить? Наша страсть, наше желание гореть для Бога, мы хотим быть светом миру, да? Наша вера, да? Вот. То есть, у обоих из них были сотовые телефоны. Покажите, есть они у вас, да? Вот, они есть, да? Но Олег подумал, Олег подумал, а зачем брать с собой пауэрбанк? Во-первых, все вещи, как правило, они хранятся в автобусе, он там закрывается, в Израиле, особенно в Иерусалиме, могут и своровать нечестивые люди, не во всех там вера, брат. Вот, да? Поэтому лучше лишние вещи не брать, чтобы, во-первых, вы ходите много, и ноги устают, и зачем с собой таскать, и стащить могут, поэтому все оставляется в машине, да? Зачем Олегу брать пауэрбанк на два часа? Ну, хватает же телефон, или у тебя не хватает? Не хватает. Ну, ну, на два часа не хватает? Надо менять уже. Надо менять уже? Хорошо, ладно, у тебя нормальный телефон, у тебя хватает, правда? На два часа, обычно хватает, на два часа. А на час хватает? Хорошо, через час встретитесь все, да? На час у него телефона хватает, он думает, все, телефон вроде полностью заряжен, ничего, встречусь, да? Там, с водителем, через час встречаемся, да? А Игорь, ну, вы знаете Игоря, да? Он у нас человек запасливый, он такой думает, возьму с собой пауэрбанк еще. Зачем? Тебе на час телефона хватает? На два дня у него хватает? Ты слишком мудрая дева, брат. Хорошо. У тебя тоже, предположим, примерно на час хватает, да? Все-таки должны быть светильники как-то похожи, да? Вот. Но ты на всякий случай, тебе надо новый же, да? Ну, ладно. Но на всякий случай он берет с собой пауэрбанк. Вот, пауэрбанк. Вот я не знаю, как вы, вот мне приходится много ездить. Я такой человек, я вообще не люблю с собой ничего брать лишнего. Вот, например, если я еду на три дня, я беру с собой одежды на три дня, белье нижней, одежды, беру на три дня. Я не беру с собой одежды на две недели. Там собираемся, там я еду на три дня в Тюмень, например, да, большой чемодан и запихиваю одежды, одежды. Жена говорит, ты куда едешь? Я говорю, да в Тюмень. Она говорит, на сколько? Я говорю, на три дня. Она говорит, а что же забил одежду-то? Я говорю, ну как, на всякий случай. Как вы думаете, это мудро выглядит или нет? На самом деле это выглядит странновато. Если они вышли на час, а он с собой взял, то есть, им удобно, когда руки свободны? Удобно или неудобно? Что он может фотографировать, ходить там, общаться, молиться, Господа славить, да? А если у него еще вот, вот тут вот это, и карманов-то нет там, или еще что-то, ему надо либо в карман, либо подмышкой, может уронить. Зачем ему на один час? Пауэрбанк. Здесь притча о том, как девы ждали жениха. Сестры, как правило, на свидание кто опаздывает? Мужчина или женщина? Женщины. Я, конечно, понимаю, сейчас у нас и мужчин полно, как женщин, но я сейчас говорю классический вариант. Конечно же, женщины опаздывают. Вот, например, я немало сочетал свадеб. Я не помню ни разу, чтобы я приехал, и мы ждали жениха. А что жениху, да? Носки, даже сейчас можно носки надевать. Носки надел, брюки подкрутил, там что чистое, в шкафу. Нет, они готовятся. Ну, все равно, так раз, раз оделся, все, все, все приехал. Да. То есть, конечно, если, например, вот мы час ждем, жениха нет. То есть, если час ждет, жениха нет, скорее всего, он уже не приедет. То есть, даже можно и не ждать. Свадьбы, скорее всего, не будет. Но я не помню, чтобы мы когда-то ждали жениха. Но я множество раз помню, когда мы ждали невесту. Потому что невесту собрать намного сложнее. Там только готово бантик слетел, и надо пришивать. И там пришил, и не туда пришил, и нужно перешить. А тут это что-то, а вот там заказали, а там не привезли, а там это что-то. Ну поэтому, когда ждешь там невесту час, ну ждешь и ждешь, ну понятно, что там, ее там бантики пришивают, все там, ну в последний момент все делается. Все нужно все сделать, все вот, все вот это. Поэтому, смотрите, когда ждешь невесту, да, то нужно запастись терпением. Но жених, как правило, приходит, ну вовремя. Ну по крайней мере, на свадьбу, как правило, вовремя приходит. Если он хочет жениться, если он хочет жениться, он приходит вовремя. Даже иногда пораньше приходит, да? Вот. Поэтому, когда девы ждали жениха, то поначалу-то я думаю, то, что названы неразумными, они выглядели разумными. Ну жениху должен прийти, у нас светильники есть, и все такое, вот, все нормально, как Олег, да? А другие говорили, нет, надо нам масло взять. Да зачем? Что жених? Когда жених опаздывал-то, да? Ну нет, мы возьмем масло, возьмем с собой пауэрбанк, а все такое, вот, Олег, как правило, вот, если вы приходили, вот точно так же, вот приходили вы на место, вот, где должен вас ждать водитель, как правило, это водитель ждет команду туристов, или туристы ждут водителя? Да, ну, как правило, согласен с тобой, да? Как правило, вот сколько раз водитель, то есть иногда бывало водитель, но я не помню, вот я сколько раз не был, водитель никогда не застревал, водители, они-то обычно приезжают, им там ехать недолго, и ждут стоят, а группа, она может идти, там, а Олега, там Бог коснулся в верхней горнице, а Галю, там, вефизу затянуло, и они там молятся, потом прибегают все, прибегают, уже говорят, вы что, вы уже время, водитель уже полчаса вас ждет, вы где там все это? Часто вот такие ситуации бывают, да? Ну, чтобы прийти, чтобы водителя ждать, но я не помню, чтобы такое было, поэтому, если мы через час встречаемся, значит, как правило, через час встречаемся, и вот они приходят на место встречи, через час, а водителя нет, задержался где-то, в пробку попал на Иллионской горе, выехать не может, у них есть время, и что? Игорь подсоединяет свой телефон, который уже за час, уже почти что сел, к пауэрбанку, заряжает, и ходит еще, снимает все по Иллионской горе, а Олег бегает, дай мне твой пауэрбанк, дай мне твой пауэрбанк, на что мудрый Игорь и говорит ему, что ж ты, Олег, свой не взял? Ну, это, в принципе, современное изложение этой старой притчи, потому что там масло, светильники, ну, я знаю, мы живем, мы люди урбанистические, живем в городе, у нас тут вот этих светильников, мы масло не подливаем, да, ну, пауэрбанк, там телефон садится, или еще что-то такое, сейчас уже все садится, часы садятся уже, все, телефон садится, часы садятся, очки им скоро садятся будут, уже все, вот, не показывают, он взял с собой пауэрбанк, да, чтобы не сел, не сел его телефон, ну, как бы тут ситуация не такая страшная, просто Игорь, она делает намного больше фотографий, например, чем Олег, да, но ситуация с этими девами-то, она намного более острая была, там шла речь, Иисус показывал о спасении, и он говорит, что и будут люди, которые будут думать, что Иисус-то вот придет, вот мы читаем Евангелие, мы когда читаем Евангелие, у вас есть ощущение, что такое чувство, что апостолы его просто ждали, что ну вот он должен скоро прийти, но если не перед нашей жизнью, то уж при жизни детей сто процентов Иисус придет, да, они его ждали, уже две тысячи лет прошло, задержался жених? Теперь смотрите, очень интересно, спасибо, братья, давайте поаплодируем. Послушайте, очень, очень интересная, очень интересная вещь, с одной стороны, Господь не придет так поздно, как думал первый неразумный раб, с другой стороны, не так рано, как думали неразумные девы. Одни его ждали слишком поздно, другие слишком рано. Раб думал, он задержится. Девы думали, он должен прийти раньше, чем они рассчитывали, пока у них еще будет масло. И тот оказался неправ. и этот оказался, эти оказались точно так же неправы. Поэтому Иисус после этих двух притч, сначала про раба, потом это, потом про дев, делает такой вывод, смотрите, и так, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Одним кажется, что еще рано, а будет уже время. Другим кажется, что это будет позже, а он придет раньше. То есть ожидания многих, как в одну, так и в другую сторону, будут нарушены. Он придет, когда мы его не ожидаем. Поэтому Иисус делает такой вывод, бодрствуйте. Что значит бодрствуйте? Что же это за пауэрбанк такой, который нам необходим? Или когда мы смотрим на эту притчу, вот это масло. Что же это за масло? Чем мы должны с вами, драгоценные, запастись? Маслом. Что такое масло, которым мы должны запастись? Какие варианты есть? Что? Духом святым. запастись Духом святым. Что? Чистота. Святость, я думаю, да, ты имеешь в виду? Святость. Еще какие варианты? Что? Обрат, молодец. Молитвой, да? Там сказали. Вот смотрите, очень интересно, очень интересно, очень интересно. Вот Духом святым. Сразу же масло, Дух святой. Молитва. А как запастись Духом святым? Вот как запастись Духом святым? Вот, например, я на следующую неделю уезжаю на конференцию в Эстонию, и я говорю, Диан, я не увижу тебя 4 дня, запасу-ка я тобой на 4 дня. Как я могу запастись женой на 4 дня? Как? Как вы хотите Духом святым запастись? Как им запастись? Дух святой, вот смотрите, можно запастись деньгами? Можно. Можно запастись едой? Можно. А можно запастись человеком? Нет. Почему? Человек это личность. Дух святой, это еда или это личность? Это личность. Как ты им запасешься? Запасусь, запихаю себе куда-нибудь, куда ты его запихаешь? И кого ты запихаешь? Это личность. Молитва. Запасусь молитвой. То есть так помолюсь, что потом хватило на месяц безмолитвенной жизни. Можно запастись? То есть мы с женой так проведем в любви несколько дней, что потом можем спокойно годик не видеться. И страстно любить друг друга. Можно так сделать? Любовь это постоянное общение. Молитва, если ты любишь Бога, это постоянное общение. Ей невозможно запастись. Невозможно запастись молитвой, невозможно запастись Духом Святым. Невозможно это сделать. И поэтому давайте больше Духа Святого, давайте молиться, давайте прославлять Бога, мы должны иметь масло. В смысле? Разве прославлять Бога это запасаться маслом? Прославлять Бога это общаться с тем, кого ты любишь? Это славить того, кого ты любишь. Я не чувствую, о, попрославлял часик запаса на пару литров. Есть такое? Нет такого, нет такого. То есть если ты во время прославления запасаешься, ты вообще не прославляешь Бога. Как же мы можем запастись? И чем же мы можем запастись, чтобы ожидать? И тут, смотрите, я хочу вам одно место из Писания показать, а потом мы вернемся в 25-ю главу Евангелия от Матфея. Иаков, 5-я глава. Там один брат был очень-очень мудрым. И причем вы следите по синодальному переводу, а я буду читать по современному переводу. Современный перевод, Иаков, 5-я глава, 7-й стих. Слушайте, как написано в современном переводе. Так запаситесь терпением, братья, до дня возвращения Господа. Смотрите, как терпеливо дожидается земледелец, когда земля принесет драгоценный урожай. Как терпеливо ждет он осенних и весенних дождей. Запаситесь терпением, и вы укрепляйте сердца, потому что день возвращения Господа уже близок. И вот смотрите, апостол Иаков, опять-таки, разбирая возвращение Господа, говорит уже конкретно и явно, мы должны запастись терпением. То есть масло – это жизнь, христианская жизнь с терпением. Ну, это красиво звучит. А что значит христианская жизнь с терпением? Вот мы сидим там, брат, что сидишь? Терплю. Чего терпишь? Терплю ожидания Господня. Сидишь уже так прямо вот терпишь, прямо терпишь, уже не втерпешь, но ты терпишь. Господь скоро придет, ты терпишь. Чего ты терпишь? Кого ты терпишь? Что такое жизнь в терпении, именно в христианском терпении? И вот я абсолютно убежден, что Иисус как раз это и рассматривает из притчи в притчу. Сначала Он говорит о том, что Господь не придет так долго, как некоторые думают. Потом Он говорит, Бог не придет так быстро, как некоторые думают. Он придет в свое время. Поэтому бодрствуйте. И дальше Он показывает, что такое бодрствование, что такое жизнь с маслом терпения. Смотрите, знаменитая, да, это же притча в этой же главе. Ну, можно с 13 стиха продолжим. Итак, смотрите, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который отправляется в чужую страну. Отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному Он дал пять талантов, другому два, иному один. Знаменитая притча. Давайте посмотрим в плане терпения. Смотрите. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел, закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел, получивший один талант и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел, получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, и жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Это отдельная проповедь, конечно, мышления этого вот третьего раба, но мы сейчас не об этом говорим, мы сейчас говорим о терпении. И вот смотрите, господин его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро твое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач, и скрежет зубов, сказав, сию возгласил. Кто имеет уши слышать, да слышит. И посмотрите, вот в свете всего, что мы с вами говорили, терпение, не просто вот сжать зубы и ждать чего-то, ждать чего-то. Терпение – это употреблять в дело таланты, дарованные Господом, пока он не придет. Я видел такое большое количество людей, которые к нам приходили в церковь, талантливые, одарованные, которые были большим благословением в служении, но потом в какой-то момент раз, и их нет. И даже иногда думаешь, вот если бы вот он, вот даже были случаи, человек трудится, такой благословенный, а потом смотришь, что-то ломается в нем, и он там пьет, гуляет, грешит напропалую. И ты думаешь, лучше бы Иисус пришел пораньше бы, когда тот еще был в служении. Вот он бы его раз и все, и прямо из служения в Царство Божье. А сейчас куда его? Сейчас куда его? Бывает такое, да? Когда нам вот эта вот неразумность, когда мы не дожидаемся, мы горим, и это хорошо, но наступает ночь, и у кого-то светильники гаснут, потому что нет вот этого масла жизни с терпением. Терпением надо запасаться, и можно запасаться. Как я сказал, молитвой не надо запасаться, нужно просто молиться каждый день. Духом Святым невозможно запастись, с ним нужно иметь общение каждый день. Но есть вещи, которые нам необходимо запасаться, это как раз терпение. Но терпение – это не просто вот что-то ждать, там как непонятно чего даже. Терпение – это жить, трудиться, терпеливо, пуская в оборот тот талант, который Господь тебе дал в твоей жизни, пока наш царь не вернется. Вот что такое жизнь в терпении, вот что такое масло. И для меня, по сути, вот эта притча о талантах, она продолжением предыдущей притчи о разумных и неразумных и неразумных девах. Теперь вопрос. Хорошо, пастор, да, мы должны употреблять талант в дело и делать это с терпением. Но что же это за дело, которым можно посвятить себя, ожидая Господа? Что же это за дело-то такое? Хочется же не просто что-то тут делать, но чтобы твое дело было вот тем делом, о котором здесь вот Господь говорит, куда ты пускаешь в оборот свои таланты и есть прибыль, и Богу нужно это. Что же это за дело, которым я могу терпеливо заниматься, и оно будет нужным для моего Господа? Об этом Иисус говорит в последней притче этой главы. Смотрите, это же 25 глава, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славой Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне, тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчищем, и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели тебя странником, и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ, «И истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих, меньших, то сделали мне, тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованных дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен, и в темнице, и не посетили меня, тогда я о ней скажу ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе», когда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муки вечную, а праведники в жизнь вечную». Знаете, вот тут в принципе каждая притча, по каждой притче можно делать отдельную проповеди, что мы неоднократно во время собраний совершаем. Но я сегодня хочу вам показать взаимосвязь между притчами, потому что есть очень интересная не только внутри притч, но также есть картина, состоящая вообще из притч. И тут возникает вопрос, хорошо, что же это за дело, в которое достойно употребить таланты, дарованные Господам? И вы знаете, такие вопросы возникают нередко у нас, у христиан, пастор, а какое же мое призвание? А чем же мне заняться? Не пропущу ли я какое-нибудь великое призвание от Бога? от Бога в моей жизни? Вы знаете, у меня не так давно было очень интересное духовное переживание в моей молитвенной жизни, которое меня наполнило таким благодатью, такой великой милостью Божьей. Потому что, безусловно, вот эти мысли, а не пропускаю ли я что-то великое? Может быть, великое призвание, может быть, я должен какую-нибудь великую книгу написать, или там что-то еще великое сделать? Особенно это мужчин тревожит, потому что важно как-то в свое призвание войти. И во время молитвы я вдруг ощутил очень простую вещь. Я словно ощутил, как будто Бог мне показал во время молитвы, я тобой доволен. У меня возник вопрос, Господи, почему? И Бог говорит, ты стараешься нести любовь и доброту людям вокруг себя. И это самое главное. А как ты будешь это делать? Это уже вопрос десятый. Мы-то думаем, для Бога важно, чем мы занимаемся, а для Бога важно, что несет наше дело. Поэтому человек, который может заниматься бизнесом, и при этом он своей прибылью старается помогать нуждающимся людям, намного больше служит Господу, чем пастор, который каждое воскресенье может проповедовать, но думать только о своем эго, о своем амбициях и о своей гордости. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Важно не столько то, что ты делаешь, сколько какие мотивы стоят за этим. И когда вдруг я почувствовал, что для Бога не так важно, чем я занимаюсь, важно, чтобы я нес любовь, добро, свет вокруг себя. И если я это делаю, то он мной доволен. Вот это переживание в молитве наполнило меня таким фантастическим миром. Я просто сидел в Божьем присутствии и просто улыбался, потому что я ощущал каждой своей клеточкой Бог доволен мной. Вы понимаете, о чем вот эта последняя притча? Да она не о том, что мы должны все забросить свои дела и заняться только социальным служением в церкви, бомжей кормить, не мучим что-то раздавать. Кого-то, возможно, Бог и к этому призывает, но далеко не всех из нас, правда же, драгоценные? Кто-то призван к предпринимательству, кто-то призван быть преподавателем, кто-то призван заниматься в какой-то фирме, быть менеджером, кто-то призван к служению, к миссионерству. Мы призваны к всем разным, в разные сферы с вами. Но то, что для Бога важно, какой бы сферой ты ни занимался, несет ли твой труд конкретное добро, конкретную помощь и конкретную любовь тем людям, которые тебя окружают. Потому что в любой сфере есть огромное количество тех, кому тяжело, кому плохо, кто нуждается. Не нужно ехать там у нас на площадку ВИЗ, чтобы найти бомжей, для того, чтобы встретиться с нуждающимся человеком. Но вы оглянитесь вокруг себя. Такое количество людей, у которых там либо материальные сложности, либо внутренние сложности, душевные сложности. Столько людей, у которых душа страдает. Весь вопрос в том, несу ли я этим людям реальную помощь, реальное добро, реальную поддержку. Да, кто-то, возможно, поедет в темницу и посетит тех, кто там в заключении находится, чтобы их поддержать и принесет им свет Христов. А кто-то, может быть, у себя на работе найдет людей, которые словно в темнице находятся и точно так же страдают. И он и им принесет любовь, поддержку и помощь. Вот что такое дело, которое достойно тех талантов, которые Бог нам дал. Да, любым оно может делом. У Бога не бывает святых дел, не святых дел. Дело есть дело. Работа есть работа. Я сейчас не про грехи, конечно, говорю. Я говорю про занятия в этой жизни. Есть. И все дело в том, ты либо там самоотверждаешься, либо пытаешься свои амбиции реализовать, либо ты там стараешься пронести любовь Иисуса Христа людям, у которых чего-то не хватает, в чем-то они, может быть, голодают, с чего-то не имеют, в чем-то они пренебрегаемы. И вы знаете, я вот сегодня куда бы ни пришел, я вижу такое огромное количество людей, вот истерзанных внутри, которые нуждаются просто, особенно вот в нашем обществе, когда более-менее, ну все, как бы, ну, конечно, есть и люди, у которых и еды нет, но как-то более-менее все одеты, более-менее все сыты, но при этом такая огромная недолюбленность у большинства людей, нехватка вот этого тепла, просто, когда вот на тебя смотрят, да, вот и говорят, ты молодец, ты молодец, ведь столько людей пытаются чего-то себе доказать, другим доказать, и просто принести им любовь, просто любить, вот как Бог нас любит без всяких условий, нам не нужно кем-то стать, чтобы Он нас полюбил, Он любит нас, вот нас Он любит, понимаете? И точно так же, когда кто-то видит, что Он любим, это, наверное, одно из главных уроков, которые вот мы с женой вынесли, вот мы думаем, вот как мы можем воспитать наших детей в христианском духе, вот как вот, как вот им вот рассказать, так, может быть, там, про Ноев ковчег, там, или про Иону, так вот, как-то, чтобы они христианинами, наши дети выросли, и мы вот после того, как вот у нас уже, уже практически четырех детей подняли, да, мы пришли к одному выводу, чтобы воспитать детей христианами, в христианском духе, мы должны сделать только одно, это просто любить их, просто любить. Эта любовь воспитает в них такую уверенность, которая будет с ними на всю, на всю жизнь. Вот это любовь, любовь. Конечно же, мы им говорим какие-то там, что можно, что нельзя, но самое главное, они должны чувствовать, даже когда они делают то, что папе или маме не нравятся, они могут быть не согласны, они даже могут иногда наказать их, но они все равно очень сильно любят их, потому что они дети. И вот это осознание, вот этой любви совершает фантастические чудеса. Я возвращался с конференции в Тюмени на поезде, и со мной в купе сидела семья, папа, мама и у них маленькая-маленькая дочка. Я просто сидел и наблюдал за ними, как все маленькие дети бегают, что-то такое, но я заметил такой момент, маленькая девочка подошла к папе с мамой и говорит, я же у вас любимая. И она сделала такую улыбку, как только, наверное, девочке могу делать. Хитрая такая улыбка. Я же у вас любимая. Они говорят, конечно, любимая. Обняли ее. И я почувствую, вот это все, что ей было надо. И знаете, недооценить это невозможно. Насколько важно ощущать себя любимой. И все дело в том, что мы вырастаем, а эта нужда-то у нас остается ощущать, что я любимый. Не потому, что я что-то должен сделать, или там кем-то стать, или чего-то добиться, а я любимый. Просто потому, что меня любят. И в такой любви огромный дефицит. И именно, когда Иисус говорил о признаках последнего времени, для меня важнейшим, наиглавнейшим признаком последнего времени являются вот эти слова Христа из 24-й главы этого же Ивангелия от Матфея. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Люди будут недолюблены. Люди будут искать любви и не получать любви. Возникает вот именно ответ кому, как не им, кому, как не им, не нам, для них точнее, принести вот эту великую, безусловную, сверхъестественную, божественную любовь. Чем бы ты ни занимался, какой бы сферой деятельности ты ни занимался, вот просто спроси себя сейчас здесь. То, что я делаю, несет любовь? То, что я делаю, несет любовь? Несу ли я своими делами, своим трудом добро? Не то, что я работаю, потому что ну надо же мне себя обеспечивать. Вот и работаю. несу ли я? Дело может быть разное. Главное, чтобы оно несло любовь, несло добро. Именно к этому Иисус и приходит, говоря о его ожидании. Мне так смешно, когда сегодня, говоря о последних днях, о пришествии Господа, верующую с пеной у рта спорят, когда он должен прийти, в какие даты он должен прийти. регулярно назначают дни конца света. Даже за 25, за 28 лет почти, истории нашей церкви, сколько мы таких дат пережили, когда уже все, Господь должен прийти. в этих притчах Иисус показывает, я не приду так поздно, как некоторые думают. Я не приду так рано, как некоторые думают. Я приду тогда, когда вы не знаете. Вот о чем говорит Иисус. А что же нам тогда делать, если ты не поздно, не рано, а вы бодрствуете? Как? Ожидайте меня с маслом. Как тебя ожидать с маслом, Господи? Ожидать меня с маслом, это с терпением исполняйте то, к чему я вас призвал. К чему ты нас призвал? А я вас призвал впускать в оборот, впускать в дело таланты, дарованные вам. Кому-то да, Бог дал музыкальные таланты, употребляй. Кому-то Бог дал арабовские таланты, занимайся либо служением, либо педагогикой, кому-то Бог дал писательские таланты, кому-то Бог дал бизнес таланты. Занимайся этим Исполняй это А что же это за дело? А дело может быть любым В зависимости от твоего таланта Самое главное Чтобы это дело несло любовь Несло добро И не усло свет Твоим ближним Вот Что я вижу для себя В сфере ожидания Господа А все остальное Это рассуждение о датах Да там три с половиной года Да не три с половиной года Да 666 Кому-то уже поставили А мне нет Когда мне поставят Для меня все остальное Это разговоры от лукавого Это просто христианское бла-бла-бла Потому что Иисус здесь четко показал Что означает Ождать Его присутствие Его пришествие Что означает наполняться Его маслом Что означает Быть разумным рабом Разумной девой Ну и извиняюсь Нашего Господа Давайте закроем глаза И склоним головы Я бы очень хотел Чтобы вот Та взаимосвязь Которую я сейчас показал В этих Несколько В таких притчах Иисуса Христа Была вами Соотнесена С вашей жизнью Личной Насколько Это отображает Вашу жизнь Насколько вы Да вы молодцы Вы горите Слава Богу Я рад Если бы вы не горели Вас бы здесь не было Но насколько вы запаслись маслом Готовы ли вы это делать Столько Сколько Бог для вас это определил Готовы ли вы это Есть ли у вас это масло терпения Готовы ли вы Терпеливо Пускать в дело Те таланты Которые Бог вам дал Даже не ожидая Может быть Что Он вот придет вот-вот Мы не знаем когда Но сколько бы не было Я не сдамся Сколько бы не было И насколько ваше дело Потому что мы же не просто Ожидаем Лжав зубы Мы должны ожидать Употребляя таланты в дело Так вот Насколько ваше дело Ведь это не просто дело А дело которое Несет благодать ближним Благословение ближним И через это благословение Самого Господу Насколько ваше дело Является благословением Для вашего Господа Насколько вы много добра Делаете для Бога Через то Что делаете добро Для ваших Ближних людей То о чем говорил Иисус Очень практично Очень Жизненно Очень актуально Во все времена Во все эпохи Сегодня может быть Он бы Если бы был на земле Он использовал бы не Пример с маслом И девами Ожидающими жениха А пример с двумя сотовыми Телефонами и пауэрбанком В ожидании водителя автобуса Но ведь суть-то не меняется Суть-то не меняется Насколько у тебя полон Есть ли у тебя этот пауэрбанк Чтобы даже когда Сядет твоя Батарейка Она иногда садится у нас Так происходит Насколько у нас есть Вот этот запас терпения Запаслись ли мы терпением Как пишет апостол Яков Продолжаем ли мы терпеливо Делать вот то дело К чему мы призываем К чему мы призваны А то дело Это дело любви Оно может быть каким угодно Каким угодно Главное, чтобы это было Дело любви Труд любви Оно должно нести Божью любовь Иначе то, чем вы заманитесь на земле Даже имея большие финансовые обороты Большие успехи Грамоты и награды Это пустое Ненужное дело Которое сгорит И никакой памяти не останется Все эти вот эти Земные Титулы Почести Это они ничто Бог доволен только тем делом Которое проявляет Бескорыстную Божественную любовь Проявляет ли твое дело Эту любовь Несет ли твое дело Эту любовь Тогда ты можешь считать себя Божьим агнцем А не козлом Как Иисус сказал в своей притче Господь всемогущий Касайся моих братьев и сестер Касайся, Господь Каждое сердце Каждую душу Касайся, Господи Благослови их, Бог мой Мы такие разные Мы не похожи Мы так сильно отличаемся Друг от друга И характерами И темпераментами И внешностью И образованием И увлечениями И интересами И талантами Господь Мы отличаемся Друг от друга Культурой Мы отличаемся Модой Мы отличаемся Стилем одежды Но нас должна Объединять Не общая одежда Ни один характер Ни один темперамент Ни одни и те же увлечения Нет, Боже Ты оставляешь нам Наше разнообразие Нашу непохожесть Нас объединяет Только одно Труд любви Мы разные Непохожие Должны заниматься В разных сферах Но одним То, что несет Твою любовь То, что является Реальным Благословением Реальной помощью И материальной И духовной Для наших ближних Для тех Кто нас окружает Если мы несем Свет, любовь и добро Ты доволен нами Господь Я молю Я молю, чтобы Мои братья и сестры Пережили То, что Ты дал мне Пережить в молитве Когда Я ощутил, что Ты доволен Мною Может быть, Боже Я не написал книги Которые читают Миллионы Я не сделал Проподи Которые смотрят Миллионы Но я ведь Стараюсь сделать Все, что могу Хорошего Для тех Кто вокруг Меня Господь Я не идеальный Но я стараюсь И Ты доволен этим Потому что Это самое главное Не размеры Не гагантомания А сущности Есть ли в том Что я делаю Сущность Твоей любви Я молю Мой Бог Коснись сейчас Тех Кто в своей жизни Точно так же Стремится Нести любовь Нести добро Нести свет И не важно Что не показывают По телевизору И не важно Что не кричат В масс-медиа Об этом Но если этот человек Стремится к этому Я молю Мой Бог Коснись его Чтобы он не просто Об этом услышал Узнал А он это ощутил Ощутил Что Ты доволен им Что Ты любишь его Что он ничего Великого не упреждает Ничего важного Не упустил Потому что Все самое важное Все самое великое Это Твоя любовь Господь Нет ничего выше И важнее И если Господь Мы стремимся Проявлять любовь Через наши дела Через наши дела Поступки И делаем это терпеливо Из года в год Ты доволен нами Ты доволен нами И пускай Твой мир Во царится В сердцах В сердцах Моих братьев Мотивами Коснись их Так же Господь Покажи им Каких бы высот Они не добились Чего бы они не достигли Что бы они не совершили Даже в христианской жизни Но без любви Это Кимвал звучащий Медь звенящая Без любви Нет никакой От этих великих дел Пользы От этих великих служений Никакой пользы Без любви Никакой пользы От пророчеств Без любви Нет Никакой пользы От веры Даже которая горы Переставляет Великие служения Совершает Христианские движения Поднимает Но Если там нет любви То Это все напрасно Это не нужно Для твоего царства Но с твоей любовью Даже маленькое дело Является бриллиантом Потому что в нем Твой свет Я молю, мой Бог Чтобы у каждого из нас Таких бриллиантов Было больше и больше Дел любви Чтобы мы совершали Этот труд любви, Господь Благослови, Иисус Благослови, Иисус Благослови, Иисус Аллилуйя Аллилуйя, Иисус Слава тебе, Иисус Я молю, мой Бог Благослови каждого из нас Чтобы Трудясь В своих областях В своих сферах Совершая свое дело Мы были едины в том Что несем Через эту любовь Все наши занятия Профессии Это просто разные инструменты Для проявления Твоей любви, Господь Я молю, чтобы мы их Совершали верно Терпеливо Запаслись этим маслом И когда ты Однажды придешь Чтобы наш светильник Горел Был полон масла Чтобы наша радость Наш огонь Были не чем-то временным А постоянным В нашей жизни Возьми руку ближнего Господь Благослови 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 Иисус Чтобы мы были По-настоящему Одной семьей С одним сердцем С одними устами Одним народом У которого Господь Есть Бог Да, Боже Мы разные органы В одном теле Но мы едины Да, у нас разные функции Но все мы Соединены С одной главой Со Христом Христос В нас Мы все мыты Одной кровью Упованием Славы Спасибо тебе, Иисус За милость И благодать твою Слава тебе И каждый верующий Это скажет Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому